В банк 63-летняя женщина пришла за кредитом. Пенсионерке выдали 147 тысяч рублей. И это был первый транш, который она перевела мошенникам. 15 августа мне позвонили. Представился один сотрудником банка, второй сотрудником ГУВД. Капитан юстиции, там фамилию, все имя, отчество. Что у меня все снятые с карты денег. У меня одна кредитная, одна пенсионная. Но я, честно, не проверила. И велели ехать в банк. Когда я приехала, они опять позвонили и сказали, чтобы я оформила, сделала заявку на кредит. Какую сумму? Чем больше, тем лучше. Чем больше, тем лучше, звучала от незнакомцев на протяжении двух недель. Поняв, что женщины взять больше нечего и очередной кредит ей вряд ли одобрят, аферисты придумали новую версию. Напугали тем, что квартира якобы в залоге. Он также позвонил и сказал, оформляйте кредит, чтобы квартиру снять с залога. Какую сумму их? Сколько дадут? Ну, спросила этого специалиста, сколько можете дать. Она говорит, если что-то под залог, то можно большую сумму. Сколько большую? 600. Хватит вам? Я говорю, ну, дала согласие. Вот, она подала заявку, дня через два мне перезвонили, что заявка одобрена, приезжайте за деньгами. Приехала за деньгами, получила деньги. И опять он давал инструкцию, где и как все переправлять, сумму. Ну, переправила все. И пришел ответ, что теперь будьте спокойны, квартира ваша не в залоге. А оказалось, что наоборот. Вы теперь остались с чем? Итог общения пенсионерки с неизвестными – долг перед банком 800 тысяч рублей и залоговая квартира. Позвонить родственникам и рассказать о ситуации, в которой оказалась, женщина побоялась, ведь ей пригрозили третьим лицам передавать информацию нельзя. На самом деле отвлечься от разговора и обратиться за советом к близким – первое, что нужно было сделать. Помните, что сотрудники банков либо представители правоохранительных органов не звонят для предупреждения об имеющихся проблемах, связанных с картами. Не следуйте инструкциям и не отвечайте на вопросы, а сразу положите трубку. Никогда никому не сообщайте персональные данные и данные своей банковской карты. Помните, безопасных либо резервных счетов не существует. Это обман. Будьте бдительны, а также предупредите своих пожилых родственников о фактах мошенничества. Эллада Абжалимова, Анатолий Чернов, Андрей Багаев. Дежурная часть. Саратов.